Здравствуйте! Мы начинаем показ летной программы авиакосмического салона МАКС-2009. С вами ведущий телеканала «Звезда» Вячеслав Крискевич и наши эксперты, мои собеседники. Сегодня Владимир Петров, редактор студии «Крылья. Россия» и немецкий журналист Ульрих Унгер. Это журнал об авиации «Флигер-ревью». Мы сейчас видим машину К-52. Это достаточно новый боевой вертолет двухместный. Это дальнейшее развитие знаменитой «Черной акулы». Вертолет, оснащенный, естественно, новейшими образцами вооружения, имеет довольно-таки мощную электронную аппаратуру и может применяться как командирская машина. То есть этот вертолет, экипаж вертолета, может осуществлять управление боевыми действиями группы различных вертолетов, включая новые вертолеты Ми-28Н, которые только поступают на вооружение военно-воздушных сил России. Сейчас на подходе у нас самолет. Это МиГ-29 из знаменитой пилотажной группы ВВС России «Стрижи». Пилотаж происходит на малой высоте. Горизонтальный? Это так называемый горизонтальный вариант пилотажа, потому что любая пилотажная программа делится на полную программу, где и горизонтальные, и вертикальные маневры. Но сегодня облачность настолько низкая, что происходят только горизонтальные программы. Это достаточно сложно для лотчика, потому что он постоянно находится в тяжелых перегрузках. Сейчас мы даже видим, тормозной щиток выпустил между вертикальным оперением пилями и внизу. Это тормозной щиток выпустил. Да, сейчас гасит скорость. И сейчас самолет идет на так называемом «большом углеатаке». Сейчас скорость порядка 200 км в час. Самая минимальная какая скорость может быть? Ну вот она, самая минимальная скорость. Это как раз цель демонстрации. Это цель. Ведь тем медленнее летит истребитель, тем выше его аэродинамическое совершенство. Вот сейчас произвел салют, так называемые тепловые ловушки. Вот, попрощался со зрителями. И уходит домой в кубинку. Домой в кубинку. Вот поднялись стрижи. Так, это стрижи. Это стрижи. Мы будем их увидеть точно окраской. Да. Окраска у самолетов очень красивая. На нижней части самолета нарисован летящий стриж. Вот сейчас они идут в строю пеллинг. Вот и приветствуют. То есть программа открыта. Вот сейчас строй ромба. И вернуться на летное поле. Вот они ромбом идут. Расстояние между ними в этот момент. Ну вот сейчас мы видим, да, ну, несколько метров есть, да. Буквально там три метра. Вот они проходят над взлетной полосой. Ну, кстати, взлетная посадочная полоса аэродрома в Жуковском, где происходит МАЦ. Пеллинг хороший, да. Самая длинная в Европе. 5400 метров. И опять перестройка. Пеллинг раскрыт. Сейчас мы увидим новую фигуру. Дело в том, что от каждого самолета есть так называемый спутный след. Если самолет попадает сзади летящий самолет в этот спутный след, его начинает трясти, болтать и может даже вообще выйти. То есть, что спутный след от первой самолеты проходит выше сзади. Да, выше сзади ведомого, да. Видно включенные посадочные фары и шасси. Сейчас группа проходит вот в такой посадочной конфигурации. Красиво. Красиво идут машины, да. Слажено все точно. Все движения выверены. Ну, естественно, что в таких пилотажных группах, все-таки пилотажная группа любой страны, это как бы лицо военно-воздушных сил. Вот у нас таким лицом являются вот как раз летчики из Кубинки, которые показывают свой пилотаж на истребителях Ми-29 и самолетних Су-27. Вот сейчас мы видим, выруливает на взлетную полосу на исполнительный старт МиГ-35. Внешне он мало отличается от знаменитого МиГ-29. Все главное внутри самолета. Как здорово работают сопла. Да, вот мы сейчас видим, раскрываются створки сопла. Это управляемые сопла, а это важно, чтобы на разных скоростах держать оптимальный режим. Так, сразу пошел, да? Самолет, значит, сразу в вираж становится. И сейчас мы увидим пилотаж. Естественно, эта машина, этот МиГ-35, это настолько глубоко модернизированный МиГ-29, что, ну, в пору говорить о новом самолете, он и большую нагрузку несет в боевую. И номенклатура вооружения более расширенная по сравнению с МиГ-29. Портовая радиоэлектроаппаратура, радиолокатор у него очень интересный, с так называемой фазированной решеткой. Это что значит? Если раньше радиолокаторы на самолетах были, ну, может быть, кто-то видел, антенна механически поворачивается, влево-вправо, влево-вправо идет. А здесь все стоит на месте, и там ходит не антенна, а луч, электронный луч сканирует пространство. Это быстродействие мгновенно. Первым в мире боевым самолетом, оснащенным таким радаром с фазированной решеткой, был советский стрельбитель-перехватик МиГ-31. То есть мы в этом отношении опередили другие страны на несколько лет. Похож соколы России. Да, да, это соколы России, это боевые самолеты Су-27 из Липецкого авиационного центра ВВС Российской Федерации. Они демонстрируют еще элементы воздушного боя. Вот обратите внимание, если мы сейчас так видим, фонарь кабины самолета нарисован в нижней части фюзеляжа. И поэтому в воздушном бою у противника может создаться впечатление, что самолет непонятно куда летит. Су-27 — это самолет тяжелого класса, истребитель тяжелого класса. Естественно, Су-27 был самолетом четвертого поколения. Вот такую машину можно сравнивать с истребителем F-15, например, с американским. Преимущество Су-27 — боево-аэродинамики. Крыло плавно переходя себе в фюзеляж, который имеет большую подъемную силу. Вот эти вот наплывы кролевые, которые создают вихри и создают дополнительную подъемную силу, повышая, намного повышая характеристики самолета. На Су-27 впервые показали, на что способна была тогда еще советская авиапромышленность, что мы можем добиться таких вот результатов. Су-27 в 1989 году был показан впервые на авиасалоне во Франции, в Леборже. И впервые там летчик Пугачев, Виктор Пугачев, выполнил фигуру Кобра, которую потом в последствии назвали Кобра Пугачева. То есть фигуры недоступны другим самолетам мира военным. И еще важное такое качество Су-27, в отличие от западных истребителей, он не имеет дополнительных подвесных топливных баков. Вот когда мы смотрим какие-то репортажи о зарубежных каких-то военных базах, мы увидим те же F-16 и F-15, они, как правило, с подвесными баками летают, чтобы увеличить дальность полета. Это достигнуто за счет того, что большой запас топлива, экономичный двигатель и самая совершенная аэродинамика. И дальность полета этой машины доходит до 4000 километров. То есть из Москвы в Париж они летели без промежуточных посадок. То есть для истребителей это исключительно вообще такая характеристика, ни один истребитель в мире такую дальность полета не имеет.